Дорогие друзья, когда я общаюсь с активными христианами в церквах и со служителями церквей, то с удивлением обнаруживаю, что в основном говорят о служении, как эффективно служить, как мощно проповедовать Евангелие, возникает чувство, словно у всех у нас есть в кармане познание Бога. Ну, это не стоящая вещь, не стоящая даже, чтобы об этом говорить. Все мы знаем Господа. Главная задача, как можно более плодоносно проповедовать об этом Боге. Вот почему есть немало больших церквей, эффективных служений, и при этом мы регулярно слышим о падениях и о скандалах, связанных с известными проповедниками и с известными служителями. Почему? Да потому что можно построить большое служение, можно создать большую церковь, но при этом жить далекой жизнью от Бога. Скажешь, а почему церковь большая? Ну, благодаря нашим дарам, нашей харизме. При этом мы точно такие же, как директора или менеджеры успешных предприятий. Познание Бога не прикладывается к нашему служению. Иисус говорил, что мы должны прежде всего искать Царство Божие. Это не то, что у нас в кармане, и об этом даже не стоит говорить. Это самое главное, это основное. Иначе мы просто деятели различных религиозных организаций, во что, к сожалению, вылилось немало христианских служений. Поэтому мы проводим уже не первый год в нашей церкви библейские курсы, куда приезжают желающие не только из Екатеринбурга, но и из других городов. Мы в течение девяти месяцев, с сентября по май, и изучаем Священное Писание, и сами стремимся пережить Господа, переживать Его каждый день. У нас есть и загородные выезды многодневные, где мы практикуем молитву созерцания, или вот эту древнюю христианскую молитву, как называли ее, молитву тишины. И каждый день мы стремимся познавать Его. То есть не только наполняться учениями, наполнять нашу голову знанием, но развивать нашу духовную практику, что, к сожалению, было во многом в наших церквах утеряно. Наши конференции, наши семинары — это просто передача знаний. А где духовная практика? Где духовные упражнения? Где личный духовный опыт? Ведь это самое главное. И Иисус говорил, что все остальное к этому должно прилагаться. Мы не можем дать другим, чего у нас нету самих. Мы не можем людей знакомить с Иисусом Христом, если мы сами Его не знаем. Все, что мы можем, это просто увеличить численность наших религиозных организаций. Только зная Бога, ты можешь делиться этим знанием с другими людьми. Иисус говорил, что «Сия есть жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога». Вот в этом жизнь, не в работе, даже в самой прекрасной, благотворительной, церковной работе, какие-то репцентры, социальная деятельность — это все хорошо, как следствие. Но должен быть центр. И этому центру мы должны уделять больше всего внимания. Это должно быть прежде всего. Поэтому я приглашаю вас, приезжайте к нам в Екатеринбург в сентябре, где мы проводим наши библейские курсы. Я верю, Бог благословит вас. Мы будем стремиться лично переживать Его, лично познавать Его. Будем знакомиться и со Словом Божьим, и с практикой христианских церквей, духовной практикой, многих великих отцов веры. Как они переживали Его, как они были посвящены вот этим духовным переживаниям. Потому что Бог реален, и общение с Ним — это очень реальная вещь. Приезжайте, будем познавать Его. Дорогие, на прошлом воскресном богослужении мы начали тему «Жизнь Якова». И у нас была первая проповедь в то воскресенье о жизни Якова. И мы говорили, «Жизнь Якова не такой, как хотелось бы». И мы там разбирали о том, что порой благоволение людей и благоволение Божье — это совершенно разные вещи. И Яков думал, что он какой-то оставленный человек. Отец благоволил не к нему, а к старшему брату. Но в конце концов он понял, что Бог любит его, Бог его благословляет. И то, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, конечно, это очень такая непростая, сложная тема. Особенно, когда читаешь слова апостола Павла в послании к римлянам, где Павел говорит, что Бог Якова возлюбил, а Исава возненавидел. И кажется, ну как так? Почему Бог избирает каких-то людей? Вот за что? И тут очень важно одну вещь понять. Понимаете, апостол Павел говорит о горнем и о земном. Есть те, кто в основном размышляют о горнем. Центр жизни их горнее. А есть люди, у которых центр жизни земное. Вот такие Яковы и Исавы. Оба не идеальны. И Исав не идеален, и Яков не идеален. У Исава были свои проблемы. Он был агрессивен, взбаломошный был такой. И Яков был трусоват. И Яков был хитрецом, обманщиком. Но между ними была принципиальная разница. Несмотря на все свои несовершенства, Яков ценил духовные вещи. Он ценил благословение. Он даже ради этого благословения готов был обманным путем свою семью обмануть, отца обмануть, брата обмануть. Это, конечно, было неправильно. Но он был сконцентрирован на духовных вещах. И Исав же наоборот. Не то, чтобы он был против благословения, не против. Но когда стоял выбор между благословением и чечевичной поклебкой, он, не задумываясь, выбирал чечевичную поклебку. Вот эти вот люди земные, приземленные люди. И что интересно, вот послушайте, очень важно. Приземленные люди могут быть верующими. Приземленные люди могут быть христианами, могут ходить в церковь. Но дело-то все в том, что они стремятся Бога вписать в свою жизнь. Сделать Бога, или, скажем так, духовную жизнь, частью своего жизненного пути. Как вот знаменитая книга, по которой был снят фильм «Ешь, молись, люби». Вот вот так вот. Ешь, молись, люби. То есть вот такая жизнь. Встал, позавтракал, помолился, сделал пробежку вокруг дома, пошел на работу, вечером на домашнюю группу сходил. Ну просто такой молодец. Но проблема вот в такой жизни, жизни земного верующего, нет никакого юродства, никакой странности. Эти люди, они совершенно понятны для этого мира. Они там любят фотографировать. Вот это мы на конференции. Это я с крутым проповедником стою вместе. Это мы идем. И вот для них сама вот такая тусовка христианская, вот вращаться в церкви, им это классно. Ну, конечно, Бог это тоже хорошо. Но, знаете, по большому счету их вот эти горние вещи не сильно волнуют. Да, они это признают своим умом, своим разумом. Да, Бог есть. Но почему-то они не стремятся искать его и пережить его лично. Им просто достаточно хорошего христианского коллектива. Здесь они чувствуют себя нормально, хорошие люди. У меня тут друзья в церкви. И я такой хороший. И все такие хорошие. И день такой хороший. И все так классно. И слава Богу. Вот, знаете, вот такое, какое-то очень приземленное, поверхностное христианство. Есть же люди другие, горние. Горние люди. Причем эти люди могут быть успешны. У них могут быть достижения. Но проблема в том, что никакие достижения и никакой жизненный успех им недостаточен. Они причем могут быть бизнесменами и иметь хороший финансовый оборот. Но они всегда стремятся в своей жизни что-то большее, пережить. Вот невидимое и никакие видимые блага, комфорт. Им это мало. Вот, мало. Что-то большее. Это не просто ты пытаешься вписать Бога в свое расписание. Вот там 30 минут пробежался, 25 минут помолился, пошел завтракать. Нет. Ты не вписываешь Бога в свой график. Ты сам себя вписываешь в его жизни. Когда не ты пытаешься вокруг себя все вращать. Разумно так все. Эти люди очень могут быть сбалансированными. Они очень такие, знаете, избегают крайности. Горние жилье наоборот. Для них нет слишком большой жертвы. Они могут выглядеть странно. Когда они служат Иисусу, окружающие, верующие, могут их не понимать и говорить, к чему сия трата. Ну что это за безумие-то такое? Вот есть такие вещи. Вот понимаете, я не знаю почему. У меня в жизни было все хорошо. У меня была очень хорошая семья. В детстве, когда был ребенком. У меня друзья были. Я в школе хорошо учился. Но вот у меня были некоторые вещи, которые, я понимаю, для людей земных кажутся вот такими странностями. Вот странностями. Я даже до сих пор, вот жена знает, странноватый человек. Например, я в детстве любил ходить по кладбищу и думать о смерти. Скажешь, ты что, что у тебя, проблемы в жизни? Да нет. Что у тебя что-то плохое? Нет. Тебя кто-то гонит туда? Нет. А почему? А я не знал. Потому что вот все было хорошо, но этого было недостаточно. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Вот я думал об этих вещах. Я не мог жить без этого. Мне мало было просто, когда я уже стал верующим, читать книжки о том, как какой-то проповедник пережил встречу с Господом или какой-то пастор, а потом всем пересказывать. Я хотел этого лично. Личных переживаний. Сказалось бы, тебе чего не хватает? Что церковь хорошо, церковь большая, самая большая христианская община у вас в городе. Ты такой нормальный, тебя приглашают на разные конференции, ты едешь, по телевизору твои проповеди показывают. Ну чего тебе не хватает? Ну знаете, вот я иногда замечал, что даже вот за всем за этим я превращаюсь просто в какого-то христианского работника. В какого-то вот, как будто для меня это работа и все-все хорошо. Поймите, даже пасторы, проповедники могут быть совершенно земными людьми. Вот просто так классно, купили новые колонки, новое здание, слава Господу. Просто такой успешный человек. В инстаграме я с семьей, я там, у меня родился сын, у меня, вот мы с семьей кушаем, я и семьянин хороший, и с людьми общаюсь, и молюсь за людей. Все, прям такой человек, все на показ. Но что-то в этом не то чувствуется, вот понимаете, что-то не то. Слишком все это земное, слишком все это приземленное. И Бог, Он где-то есть вот там на заднем плане. Но горним этого недостаточно. Мы хотим знать Его лично, переживать Его лично. Не просто по чьим-то рассказам, не просто по чьим-то разговорам. Мне мало просто, мне бывает иногда скучно, среди самых близких друзей. Мне чего-то не хватает, когда ради меня родные люди. Я хочу что-то большее в своей жизни. Это желание во мне с самого детства. Что-то большее. Не просто хорошо вписаться в этот мир. Вот встроиться в эту систему. В том числе в христианскую. Да поймите, я очень хорошо встроился в эту христианскую систему. Меня один человек написал, говорит, Виктор, вот ты такие вещи говоришь. Ну тебе же так хорошо, ты же такой, там, среди русских христиан тебя знают, проповеди смотрят. Чего тебе не хватает? Да потому что я стал пастором не для того, чтобы реализовать себя, стать таким успешным проповедником. Я стал пастором только по одной причине. Вот мы недавно с Дюаной говорили. Он говорит, почему ты стал пастором? Только по одной причине. Я хочу познать Его. И нести не просто хорошую религиозную систему, строить ее. Я хочу нести познание Господа. Познание Бога. Почему вот есть одни и другие, Иаковы и Савы, горние и земные. Я не знаю, почему. У Бога ответ. Я лишь пытаюсь сделать одно. Разбудить вас, Иакова. По крайней мере, в тех, в которых Он есть. В тех, в которых Он спит. Не просто учить людей нормальной жизни. Как вот семью строить, на работе быть успешным, от долгов освободиться. Ну, у них такие хорошие, успешные. Но есть люди в мире, у которых все нормально. И с деньгами, и с семьей. Им-то что здесь сделать? Церковь, она призвана быть местом богопознания. А не просто собранием людей, которые решают или уже решили свои проблемы. И мы такие веселые. Мы такие хорошие. Мне иногда подходит и говорит, пастор, почему ты ходишь такой грустный? Что, что-то в церкви не то? Как будто, если что-то не то, только в церкви проблемы. Да нет, в церкви все то. Все хорошо. Все хорошо. Но есть внутри. Вы понимаете? Вот чего-то не хватает, чего-то мало тебе. У меня хорошая семья, прекрасные дети, любящая жена. Мало, не хватает чего-то большего. Потому что есть вещи, которые тебе не даст ни один успех. Ни одна семья, ни одна любящая женщина, ни прекрасные дети, ни друзья верные. Есть то, что ты никогда не получишь здесь. Только от него. И без этого мне здесь скучно. И Яков был таким человеком. Он не был совершенным. Я несовершенный человек. Он делал ошибки. Яков это не люди безошибочные. Нет. Но вот есть вот такое. Когда он хотел этого благословения. И вот посмотрите, когда Исаф узнал о проделках Якова, 27 глава, Бытие, 41 стих. И возненавидел Исаф и Якова за благословение, которым благословил его отец его. Старший брат, близнец, возненавидел младшего. И сказал Исаф в сердце, приближаются дни плача по отце моем, и я убью Якова, брата моего. И пересказаны были ревеки слова Исафа, старшего сына его. И она послала и призвала младшего сына своего Якова. И сказала ему. Вот Исаф, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих. Встань, беги к Лавану, брату моему. Вот тема у нас, сегодняшняя проповедь, вторая часть о жизни Якова. Называется «Беги, Яков, беги». Слова матери его. Сказала ему. Вот Исаф, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих. Встань, беги к Лавану, брату моему, в хорам. И поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего. Мы говорили, когда мы пытаемся, даже то, что Бог нам обещал, достичь своими путями, то мы получаем одни проблемы. И вот он побежал, к нему в жизни пришли проблемы. Как ему мама сказала, на некоторое время убеги, спрячься. Это некоторое время длилось 20 лет. 20 лет он был на чужбине. И вот вы знаете, всегда есть вещи, которые нас пугают. Я помню, когда, будучи ребенком, читал книги. Современные дети, они в основном листают интернет и смотрят ролики на ютубе. У нас же в основном были книги, всякие сказки. Я помню, одна книга, сказок у меня была, где на одной из страниц была изображена страшная старуха. Она была такая страшная. Я вот не знаю почему. Я помню, когда однажды ее открыл и увидел, мне прямо жутко стало. Я не знаю, вот в детстве у вас бывало, что от каких-то картинок становилось страшно? Или от каких-нибудь там мультфильмов было страшно? Вот жуткая старуха. Мне стало так страшно, я быстро пролистнул страницу. И потом, когда я листал эту книгу, и я чувствовал приближение этой страницы, у меня внутри начинало все трепетать. Когда я знал, что где-то вот она уже здесь, эта страшная старуха, я закрывал глаза, быстро-быстро несколько страниц пролистывал, открывал глаза и продолжал смотреть. То есть я ее так боялся, что я даже не хотел открывать эту страницу в книге с этой страшной бабкой, потому что меня это пугало. Ну, у детей это часто бывает. Вот у меня, когда сейчас сынок Женя смотрит мультики, я ему некоторое время назад показал мультики нашей Свердловской киностудии про муми-троллей. Ну, думаю, все знаете. И там в одной из серий появляется волшебник. Я не знаю почему, но вот именно этот волшебник моего Женю все время пугает. И когда этот волшебник, это такая музыка, м-м-м, книга, или там шляпа, м-м-м, и такой волшебник стоит. Вот он вроде бы там по мультфильму добрый, но иногда какие-то злые вещи детей не пугают, а какие-то добрые вещи их могут пугать. Ну, не знаю почему. И он напугался. И он говорил, папа, это страшный волшебник, страшный волшебник, страшный волшебник. Я быстро-быстро, ну, сейчас легко там в интернете перевел быстренько видео дальше, чтобы он не смотрел. И сейчас каждый раз, он любит смотреть мультики про муми-троллей, но каждый раз, когда приближается сюжет с этим страшным волшебником, он говорит, папа, промотай, папа, промотай. Он не хочет видеть этого ужасного страшного волшебника. И вы знаете, вот у нас есть какие-то определенные свои страхи. И чаще всего, вот по нашей такой природе, мы решаем проблемы очень просто, бегством. Как помню, мы шутили в детстве про карате, что самый главный прием в карате – это изматывать противника длительным бегом. У Якова в жизни было немало проблем, которых он решал очень просто. Убегал. Проблема дома в семье – бежать надо. Потом там у него возникли проблемы, где он там жил на новом месте, у дяди Лавана. Возникли проблемы. Что делать? Бежать нужно. То есть он постоянно бегал. И вот мы с такой психологией возрастаем и тоже бежим от проблемы. Бежим. Возникла проблема – что делать? Бежать. Проблема в семье – что делать? Бежать. Скорее к другой женщине. Там проще будет, наверное. Проблема какие-то вещи. У тебя в служении проблемы. Сейчас люди спокойно бегают. Из церкви в церковь, из церкви в церковь. Ну, тут возникла проблема. Ну, побегу в другую церковь. С человеком возникли проблемы. Все, бежать нужно. Сложности. И мы не понимаем, что когда мы бежим от проблемы, мы проблему не решаем. Но мы встречаемся с ней снова и снова. Пока Яков бегал от проблем, его главная беда так и не была решена. Пока ты бегаешь из семьи в семью, из церкви в церкви, как некоторые люди там, вместо того, чтобы повысить свой профессиональный уровень, бегают с работы на работу. Бегут туда, где их еще никто не знает. Потому что когда их узнают, они им нужно бежать дальше. И в итоге с одной и той же проблемой они сталкиваются все время, все время. Так намного проще. Так намного проще. Я помню, с одним человеком, как-то разговаривал, с одной сестрой. И она говорит, ой, пастор, помолись за меня. Вот у меня, когда вес набираю я, у меня сахарный диабет возникает. Помолись за меня. Я говорю, а сколько вы весите-то сейчас? Она говорит, да, пастор, я даже на весы не встаю, чтобы не расстраиваться. Понимаете? Есть, вот когда у тебя проблемы с лишним весом, есть два пути, как решить эту проблему. Первый, это похудеть. Но это трудно, долго, требует дисциплины и прочее, прочее. Второе, не вставать на весы. Не встаешь на весы, знать не знаешь сколько. Как страус засунул голову в песок, проблемы нет. Мой Женя любит так со мной играть в прятки. Мы играем в прятки, и когда его очередь прятаться, у него всегда один и тот же путь. Он бежит и закрывается одеялом. И бывает, он говорит, папа, иди. Я вхожу в комнату, он стоит посередине, закрытый одеялом. Но я, конечно, несколько кругов вокруг него делаю и говорю, где Женя, где Женя. Но это, понимаете, опять детская проблема. Закрыл глаза, беда исчезла, пролистнул страницу, все. Но поймите, однажды ты должен встретиться со своим страхом. Просто должен увидеть глаза в глаза. Только так ты можешь это все решить. Я так благодарен, что Бог дал мне такую мудрость еще в детстве. Я помню, однажды я вот сидел с этой книжкой, потом подумал, вот что я все время ее боюсь. Я ее, наверное, эту же бабку год не видел, а все еще боюсь. Из этого не могу никакие соседние сказки прочитать, потому что боюсь ненароком забыться и открыть эту страницу. Я помню до сих пор, я достал эту книжку из шкафа, сел и специально нашел эту страницу с этой страшной бабкой. Я нашел эту страницу, у меня все внутри трепетало, но я думаю, я вот ее сейчас хорошо рассмотрю. Стал ее рассматривать, думаю, нет, она не страшная. Ее нарисовал художник какой-то, обычный человек, как я, такой же ее нарисовал. И нарисовал, да она даже не страшная, она даже смешная какая-то. Вот мне какие-то смешные щеки, уши смешные, а волосы, которые мне казались страшными, да она просто не причесалась, эта бабка страшная. Я помню, сидел с этой книжкой, рассматривал, и пришел к такому состоянию, что мне, я уже не боялся ее, я сидел на нее и смеялся над ней. Ну какая смешная бабка эта же, смешная бабка. Страх ушел, страх ушел. Бегая от своих кошмаров, от своих ужасов, ты не решишь никакие проблемы, не решишь. Нельзя прятаться постоянно. Нельзя. Как некоторые бегают и бегают, бегают и бегают. От финансовых проблем бегают, от семейных проблем бегают. Бегство от проблем – это признак незрелости, признак детства. Зрелость, когда ты берешь ответственность, даже за вещи, которые тебе неприятны, вещи, которые тебя могут пугать. И вот, посмотрите, следующая глава, 28-я, это же книга «Бытие», 28-я глава. И вот, смотрите, 10-й стих. «Яков же вышел из Версавии и пошел в Харам. И пришел в одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте». Вот это была его последняя ночевка в обетованной земле, в Ханаане. На следующий день он уже пересек Иордан и вышел за пределы той земли, которую Бог дал его предкам – Аврааму, деду и отцу Исааку. И вот, смотрите, «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Вот представляете, человек бежит от проблем, бежит в принципе неизвестно куда, туда, где он еще никогда в жизни не был. Что его там ждет, он не знал точно. И вот в состоянии такого беглеца, устает, падает, вместо подушки камень взял, и вдруг видит сон. Лестница. Одной частью касается земли, а другой – небо. Что это такое? Он так шел, шел и случайно нашел особое место Божьего присутствия? Как в фантастических фильмах есть такие особые порталы. Если ты найдешь этот портал, то ты можешь переместиться на другую планету. Или даже там на другую галактику переместиться. И вот наша задача – найти такой портал, и все будет хорошо. Яков его случайно нашел, наткнулся, сам того не подозревая. И, к сожалению, нередко у нас есть именно такое мышление. Нужно найти какое-то особое место, особый портал, или особого человека, через которого мы можем познать Господа. Вот такие особые святые места. Как будто вот Бог создал все, а вот что-то Он создал особенно. Особенно. И вот мы ищем. И там, где есть спрос, там всегда есть предложение. Всегда есть те, кто будут рекламировать свои церкви, свое служение, свое министри, убеждая, что если ты станешь частью именно Его церкви, именно Его служение будешь смотреть, тогда обязательно ты познаешь Бога. И всегда это приводит к разочарованию. Всегда. Потому что проходит время, и ты понимаешь, что это был блеф. Что так сильно рекламировалось место, которое так сильно пиарилось всем, оказалось ничего особенного нет в этом месте. И проблема возникает, когда люди, разочаровавшись в одном, начинают снова искать что-то особенное. Думаешь, ну, я ошибся, это был не портал, но, наверное, портал в другом месте. И постоянно в христианских новостях возникает информация, что какой-то портал вот там возник, а там оказалось, что это был не портал, там вообще что-то этого человека изобличили. Он оказался прохиндеем. Но не переживайте, портал в другом месте открылся. Бежим туда. И все бегают, и все бегают, и все бегают. Сон на лестнице, это совершенно о другом сон. Бог просто показал Иакову, Иаков. Есть вот эти два мира. Видимый мир и невидимый мир. И эти миры вроде бы существуют параллельно. Но на самом деле, эти миры связаны друг с другом. Существуют эти лестницы. Это вот все равно, что если приехать к нам в аэропорт Кольцово, там каждый день есть много рейсов в нашу столицу. То есть там самолеты на одном табло прилет, на другом табло вылет. И постоянно одни самолеты прилетают к нам из столицы, другие самолеты улетают. Поэтому вроде бы, если мы здесь стоим и пытаемся разглядеть столицу, а до нее почти что две тысячи километров, мы, конечно, разглядеть ее не сможем. Но постоянно существует эта связь. Постоянно. Это вот все равно, что мы находимся сейчас с вами здесь. Здесь у нас зал, там у нас дальше спортивный зал, вот фойе тут небольшое. А там внизу еще есть помещение. Там у нас детское служение проходит, воскресная школа, классы, там зеркальные залы, малые залы, вот там находятся. И представь себе, что вот ты пришел и сдал своих детей сюда, и ты здесь находишься, а двои дети там, а лестницы никаких нет. Это ужасно же представить. Ты думаешь, как мой ребенок там, как же он на другом этаже, вроде бы и близко, а не увидишь, пытаешься через пол разглядеть. Нет, не видно ничего. Но на самом деле классно, что здесь есть две лестницы, и ты можешь спуститься и увидеть там. Так вот, драгоценное точно так же. Бог показал, да, может быть, с одной стороны, Бога не видел никто никогда. Но в то же самое время есть каналы, связывающие видимый мир и невидимый мир. Есть ангелы, а ангел дословно с греческого посланник. То есть есть духовные существа с особыми поручениями, посланиями, которые постоянно циркулируют из видимого мира в невидимый мир, из видимого мира в невидимый мир, и обратно, из невидимого в видимый. Посмотрите, очень интересно, апостол Павел, когда проповедовал в Афинах... Давайте откроем Деяние, книгу Деяния апостолов, 17 главу. Вот это место, оно так обличает тех, кто живет, живет, словно нет связи между небом и землей, словно мы на одном этаже, а Бог на другом этаже. Да, мы, может быть, и в разных мирах, но вы послушайте, эти миры интегрированы один в другой. И именно об этом это было удивительное видение. Все видимое интегрировано в невидимое, и наоборот, невидимое интегрировано в видимом. Есть постоянные связи, ты скажешь, я их не чувствую, я их не видел никогда. Ну, есть возможность. Посмотрите, Деяние, 17 глава, 24 стих. Вот Павел проповедует философам, мудрецам, потому что философия, мудрость, измышление, размышление, это не что-то такое духовное, это тоже часть этого земного мира. Эти были очень люди образованные, греки, знающие, для которых, в принципе, Павел, ну, был такой, знаете, ничего особенного в нем не было. И вот Павел им говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Он, от одной крови, Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы, вот посмотри, цель, не просто успешно устроиться на этой земле, для чего у нас здесь всех поместил, для чего? Чтобы что-то там, дерево посадить, там, дом построить, сына вырасти. А если сына нет? А если дома нет? Что, напрасно, что ли? Дабы, вот цель, послушайте, цель, почему мы здесь на земле. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. И здесь Павел конкретно говорит, что цель нас, почему Бог нас поместил здесь, вот по всему лицу земли, искать Бога, не ощутят ли Его, не просто знают и не просто верят. Мы можем иметь духовные переживания, мы можем иметь духовные ощущения Его присутствия. Некоторые говорят, ой, это опасно искать ощущения. Да мы ищем Бога, но Его присутствие, оно выражается, в том числе и в ощущениях. Не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко. То есть нам не нужно искать где-то порталы, где же они, в каком месте сегодня, где же сегодня Господь поместил вот эту великую лестницу Якова. В каком городе, в какой стране, в какой церкви. Знать бы, все бы продал бы, купил билет, улетел бы туда и наслаждался этой лестницей. Вверх, вниз, вверх, вниз. Так вот Павел говорит, что Бог тебя поместил по всему лицу земли, чтобы ты искал Его, потому что Он недалеко. Скажешь, недалеко. Как недалеко? Как это? Недалеко это? Ну, насколько недалеко? В соседнем, может, городе недалеко? Или, может быть, вот мы живем, но и в Западном, а Он на Уралмаше. И опять вроде рядом, а не там. И поэтому Он поясняет, недалеко это метафора. Это не то, что вот ты, а Он недалеко. Нет, это лишь метафора. И Он поясняет, ибо мы им живем, и движемся, и существуем. Он там, где ты живешь. Он там, где ты движешься. Он там, где ты существуешь. Он здесь. Вот Он, где недалеко. Вот прямо здесь и находится. И вот прямо на этом месте есть лестница Якова. И ангелы Божьи, которые идут туда и спускаются оттуда к нам. Я не к тому говорю, что ты говоришь, пастор, пастор, давай скорее все уснем и увидим эту лестницу, как некоторые любят спать на проповедях. Но мы можем это реально пережить. Реально пережить. И вот смотри, почему мы можем это пережить? И Павел поясняет, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Понимаете, это очень важно, потому что можно быть недалеко, можно быть вообще рядом, но нет никакой связи, никаких взаимоотношений. Нет. Например, ты пошел в лес погулять и увидел муравейник. Вот мы недавно просто ходили и видели муравейник. Ты смотришь на муравейник, а там муравьи. И ты, может быть, что-то читал о муравьях, как у муравьев все интересно сделано. Там у них есть солдаты, есть там муравьиная матка, там целая жизнь, это муравейник, целая система. И ты думаешь, как у муравьев тут все классно, как у муравьев тут все здорово. Хочу лично познакомиться, что же это за существа такие. Насколько бы ты не стоял над муравейником и не говорил муравьям, как ты их любишь, какие они прекрасные и чудесные, как многому ты можешь научиться, когда ты изучаешь систему муравейника. Но ни один муравей тебя не поймет, потому что вы разной породы. Им все равно на твою любовь. Самое удивительное в том, почему мы можем видеть лестницу Иакова, почему мы можем общаться с царем царей. Мы его род. в нас есть Дух, который может воспринимать от Духа Святого. мы можем с ним иметь реальные взаимоотношения, как я недавно на одной из проповедей пример вам показывал. Помните, когда я взял графин с водой и вылил туда масло? Вроде бы две жидкости. Но ты и муравей живые существа. Но природа разная. Поэтому, сколько бы ты масла не вливал, со временем четкое расслоение. Вода в одном месте, масло в другом месте. Правда же? Разница. Почему? Разница. Разная природа. Так Павел говорит, послушайте, мы его и род. В нас создано то, что может соединяться с ним, воспринимать его, слышать его, общаться с ним, разговаривать с ним. Об этом же пишет Петр, апостол. Смотрите, в своем послании, просто еще раз хочу показать, что это очень важные вещи. Петр в своем послании, второе послание, первая глава, третий стих, пишет, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью. То есть, видишь, у нас может быть познание Бога, не только познание творения Божьего, но самого Его, Творца, самого призвавшего нас. Почему? Четвертый стих. «Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них сделали, смотри, причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Вот в современном переводе говорится, чтобы с их помощью вы стали сопричастными божественной природе. Вот поэтому мы можем видеть лестницу Якова. Вот поэтому мы можем общаться с Творцом, который создал все видимое и невидимое. Почему? Да потому что Он создал нас по своему образу и подобию. У нас божественная природа. Мы Его и Род. И мы можем иметь реальные отношения с Ним. на всяком месте, в любом городе, там, где ты живешь. Даже квартиру не нужно менять. Переезжать никуда не нужно. Скажешь, пастор, у меня нет квартиры, я снимаю. Даже в съемной квартире. Конечно, не так сильно там переживаешь Бога, но все равно. Почему? Да потому что Бог и человек духовной личности. Он не смотрит на нас так, как ты смотришь на муравья. Скорее, Он смотрит на тебя, так как ты смотришь на ребенка. Что-то не понимает, но в принципе такой же. Понимаете? Такой же. Поэтому мы названы не машинками Бога, не игрушками Бога, а детьми Бога. Одна природа. И вот смотрите, наверху этой лестницы стоял Господь. И вот давайте еще раз, Бытие, 28-я голова, прочитаем, 13-й стих. Господь стоит на этой лестнице и говорит, Я Господь Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству Твоему. 14-й стих. И будет потомство Твое, как песок земной, и распространится к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе, и все имени Твоем, все племена земные. И вот Я с тобой. Он был вообще один, никого с Ним не было. Одинокий, измотанный, напуганный человек, в состоянии полной неопределенности. Назад нельзя, опасно, впереди непонятно что. Возможно, некоторые здесь в подобном состоянии находятся. И ты думаешь, уж с кем Бог и может общаться, так только не со мной. Нам всегда кажется, что мы должны привести все дела в норму, тогда мы готовы к общению с Богом. Но Бог часто приходит в самых неожиданных ситуациях. И когда ты бежишь куда-то, порой это самое хорошее время, и вот посмотрите, вот Я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе. И видите, именно Ему Господь повторяет все благословения, о которых Он говорил Его деду Аврааму, когда благословил Авраама и заключил с Авраамом завет. То есть, видите, Иакову не нужно было обманом, красть, благословение. Не нужно было такие ситуации сделать, чтобы выторговать у своего брата первородство. Потому что не просто отец, его Бог избрал. Не просто отец, его Бог благословлял. А Он все пытался решить своими путями. Ничего не получалось. Чем больше мы пытаемся Богу помогать, тем больше мы Ему мешаем. Бог избрал его. То, что Бог избирает, не значит, что у нас теперь не может быть ошибок. Бог избрал Иакова. Иакова была куча ошибок. Много проблем. И главная причина все пытался сделать по-своему. И вот 16 стих, смотрите. Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте сём, а я и не знал. Казалось бы, знаете, такая простая вещь. Когда люди ищут Бога, почему-то чаще всего они пытаются вот как-то вот, как же правильно это сделать, как это правильно сделать. Как вот женщина пришла к Иисусу, ну не пришла к Иисусу женщина, а однажды Иисус встретился с женщиной у колодца. Там был разговор. И когда зашла речь о Господе, о Боге, женщина спросила его, вот, Господи, отцы наши поклонялись на горе, а иудеи говорят, что нужно в Иерусалиме поклоняться. Где поклоняться? Вот у людей вопросы. Как правильно? Какой иконе молиться? Какой святой за что отвечает? Какими правильными словами нужно говорить Богу, чтобы Он наверняка услышал? В каком порядке это все нужно делать? Иисус же сказал этой женщине, наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, но настанет время, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, потому что Бог есть Дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в Истине. Где бы ты ни оказался, где бы ты ни находился, в каком бы ты ни был состоянии, здесь находится эта лестница, лестница Иакова. это не зависит от твоих заслуг, достижений, это просто милость Божья. На всяком месте ты можешь поклоняться Отцу в Духе и в Истине. И вы знаете, одно дело, когда тебя научили тому, что Бог вездесущий, Он на всяком месте находится, и Давид говорит, поднимусь ли на гору и там ты, сойду ли в преисподнюю и там ты, ничто от тебя меня не укроет, да, Бог вездесущий. ты это знаешь в своей голове. Совсем другое, когда вдруг к тебе приходит осознание, это не просто информация для твоего разума, что-то такое, что словно падает на тебя, и ты понимаешь, не умом, а всем своим нутром, Бог-то здесь, а я и не знал. Да, мне об этом говорили, я даже тест в библейской школе на пять сдал, перечислив среди множества Божьих атрибутов его вездесущность. Но оказывается он здесь, а я и не знал. 17 стих. И убоялся, и сказал, как страшно сие место. Это не что иное, как дом Божий. Это врата небесные. Его первой реакцией на встречу с Богом, на это видение был страх. Дорогие, вот смотрите, Бог его пугал? Бог показал ему какую-нибудь бабку страшную? Нет. Бог его в грехах обличил? Нет. Бог его предупредил о гневе своем? Нет. Бог сказал, что он его накажет? Нет. Бог ему сказал о том, что он его благословляет. вопрос, почему же страх возник? И что вообще такое страх? Страх Божий. И как нам понять, что слова апостола Иоанна, что в любви нет страха? Совершенная любовь изгоняет страх, боящийся несовершен в любви. Иоанн написал и сам на острове Патмос от страха пал пред Иисусом как мертвый. Что же это за страх такой, от которого не избавляет даже любовь? И мы видим, что когда Иоанн писал о страхе, он говорил о страхе перед именно наказанием. Страх пред Божьим судом. Иоанн говорит, не нужно бояться, потому что Он твой отец, ты его дитя. Он любит тебя. Когда же здесь говорится о страхе от его славы, как у пророка было. Когда Бог явил славу пророку, не суды, не ужасы, а славу. И пророк не мог подняться, у него все дрожало, написано, дрожали чресла мои. Или Петр, когда вдруг этот Иисус, сын плотника, вдруг открылся ему, великим Богом, на него напал страх. И он сказал, Господи, выйди, я человек грешный. Что же это за страх? Это осознание величия. Если ты ищешь Бога, ты должен быть именно к этому готов. Вы знаете, это, конечно, очень отдаленно, но можно сравнить с такими моментами в жизни. Может быть, кто-нибудь из вас был недалеко от большого водопада. Вот если вы были когда-то рядом с водопадом, вот ты стоишь и видишь, как тонны воды обрушиваются. Причем лично для тебя опасности нет никакой. Ты далеко от этого водопада. И этот водопад тебя точно не накроет. Но ты видишь эту массу падающей воды, и у тебя внутри возникает вот такой трепет от осознания, что вообще это такое. Переживали какие-то подобные вещи? Или я вот не знаю, у меня было такое, когда помню, мы были в Африке, и я в первый раз в жизни, ну, и последний пока еще раз в жизни, увидел гору Килиманджаро. До этого, ну, знаете, как у Хемингуэя, снега Килиманджаро, и прочее, прочее, но помню, мы ехали на машине, и водитель сказал, о, смотрите, облака раступились, гору видно. Мы вышли из машины, и я, вот, знаете, на всю жизнь это зрелище запомнил. Я даже это сфотографировал, и у меня в соцсетях эта фотография есть, и над ними, над облаками, вот эта вершина. Эта гора тебе не угрожает, но я вот до сих пор помню состояние, я как загипотетизированный стоял, смотрел вот на эту гору, и вот это величие, оно приводило к такому внутреннему, просто я дрожать начал, я сам почувствовал, у меня начинает как будто дрожь на руке возникла, скажешь, что тебе, кто нам напугал, да нет, я не подумал, что эта гора сейчас упадет на меня, и все, но само величие, или когда вот мы с Дианой, помню, в Корее были, тоже мы поднялись на там такой есть горная местность, и мы туда поднялись, и вот ты находишься, и смотришь, вот там бездна такая, такая огромная-огромная расщелина, ты четко понимаешь, что ты туда не упадешь, и тебя никто туда не толкнет, ты же меня не толкнула бы туда, никто тебя туда не толкнет, но вот ты начинаешь думать, как там глубоко, и у тебя холодок возникает, переживали подобные вещи, да? почему некоторые даже боятся порой подходить к каким-то обрывам, не потому что, вы знаете, вот ты идешь, например, по какому-нибудь бортику, да, вот бортик, ты можешь спокойненько идти по краешку, и так ловко идешь, а представь себе, такой же бортик высоко в горах, а? ты не можешь по нему пройти, не можешь пройти, кажется, послушай, да ты сто раз у себя во дворе ходил по бортику и так, и на одной ножке, и все, всяко, вот я вот тут проповедую, да, вот стою вот прямо, вот у меня аж полботинка свисает, но я не боюсь, я смелый, но я никогда бы не решил за так подойти где-нибудь высоко в горах над бездною, а? Скажешь, послушай, да что, ты точно такой же, у тебя большая часть твоей массы тела здесь, но ни по каким законам физики тебя тут не перевесит, а почему? Да просто от осознания, страшно а бог это бездна бездна это безграничность потому что даже в любой самой глубокой трещине в самой глубокой трещине есть но а в нем нет он безграничный бог безграничный можете представить нет невозможно представить такое это же представить невозможно это когда ты знаешь ты сидишь и вот представляешь себе вот иисус идет в белой одежде ну тут чего а когда ты при себе бог во всей славе во всей славе даже бездна вызывает нас трепет даже водопад заставляет сердце учащенное биться ты можешь спокойно стоять на краешке думать а чего но в горах на краешке то же самое то же самое а ты сделать этого не можешь точно так же когда ты читаешь там о боге там это что-то тебе рассказал или в проповеди ну пастор уж кто кто-кто я испугаюсь ты бог же благой он же есть любовь он же меня нет он любовь хочу бояться а не знаю получается так получается от его присутствия поэтому вы знаете всегда можно почувствовать порой по рассказам людей о своих духовных переживаниях насколько это придумано или настоящее потому что люди которые придумывают они так это все ловко рассказывает но сталкиваясь с реальностью ты даже сказать не знаешь что вот как ты можешь описать чувство свое как ты можешь вот этот страх когда ты стоишь вот на краю обрыва как ты его можешь описать что это такое кто тебе угро почему ты боишься трудно а тем более здесь бог великий безграничный царь всех царей господь всех господствующих и он находится прямо здесь а ты не знал 18 стих и встал иаков рано утром и взял камень ночь закончилась видение закончилось взял камень который он положил себе изголовьем и поставил его памятником и возлил елей наверх его и нарек имя место тому в визель а прежнее имя того города было луз визель означает дом божий луз миндальное дерево но знаете очень интересно что этот миндальное дерево луз есть разные у миндаля в еврейском языке были разные названия одно из названий было шакет шакет бодрствующий означает почему потому что миндаль это первое плодородное дерево которое цветет в израиле то есть все деревья еще спят миндаль в израиле первым начинает свистеть поэтому название миндального дерева одно из названий это бодрствующий вот это две грани нашей духовной жизни бодрствующий это желаешь реально чтобы твоя церковь была не просто религиозным институтом или местом религиозного обрядового служения а реально домом божьим необходимо бодрствовать к сожалению мы очень часто спим мы спим духовно все что мы воспринимаем просто на уровне разума но сердце наше дух наш спит необходимо бодрствовать а второе слово тоже очень интересно поскольку миндаль такое дерево не прям не прямой это вот как раз его называли луз как имя того имя того города луз дословно означает изогнутое так вот драгоценное порой также нашей жизни бывает настолько изогнутые но слава богу что он относится к нам не по нашим заслугам и не по нашей прямоте а по своей милости как бы не была изогнута твоя жизнь как может быть у якова было вот все так бог тем не менее жаждет реальных отношений и встречи с тобой и смотрите яков здесь принес господу жертву а он должен был принести в жертву животного поклоняясь господу но у него не было с собой животного он бежал не захватил собой никакого ягненка все что у него было масло и он взял камень и на этом камне вылил масло когда мы поклоняемся господу это всегда требует какого-то проявления мы порой думаем боже вот и меня благословишь вот я тогда это сделаю бог говорит служи мне так как ты можешь сейчас нет ягненка хотя бы масло но служение богу должно всегда проявляться в чем-то и вот он проявил вылил масло и что знаете интересно впоследствии именно в вефиле возник один из самых известных больших жертвенников для бога библия говорит верный в малом получит больше начинай с малого скажешь пастор то что я имею это немного дай богу это немного и он это приумножить и благословит и тебя и окружающих тебя двадцатый стих и положил яков обед сказав кто играет на клавишах можете выйти и положил яков обед сказав если бог будет со мной и и сохранит меня в пути всем в который я иду и даст мне хлеб есть и одежду одеться и я в мире возвращусь в дом отца моего и будет господь моим богом то этот камень который я поставил памятником будет домом божьим мы знаем в дальнейшем так и стало вифиль стал домом божьим и из всего ты уже на лестнице якова в космос улетел куда-то попроще то этот камень который я поставил памятником будет домом божьим и из всего что ты боже даруешь мне я дам тебе десятую часть знаете среди христиан до сих пор очень много споров по поводу десяти кто-то говорит все мы не под законом закон моисея не имеет над нами власти мы десятину не платим ну всегда лучше что-то не делать чем что-то делать но мы видим что на самом деле десятина возникла задолго до закона моисея десятина то был символ того что человек принадлежит господу десятину приносил не только моисей дома и сея патриархи например яков приносили 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 десятину здесь мы сейчас остановимся продолжим следующее воскресенье но сейчас у каждого из нас бывают такие этапы в жизни когда ты чувствуешь себя беглецом подобным якову может быть ты сейчас прямо куда ты бежишь и также себя чувствуешь одиноким непонятым отвергнутым словно изгой затравлен потерян самый главный урок сегодняшнего сегодняшней проповеди что бы ни происходило в твоей жизни бог здесь даже когда ты думать об этом не думаешь не знаешь бог здесь мир духовный соединен невидимыми лестницами с этим миром земным ангелы поднимается и спускается чтобы совершать волю божью на земле все под его полным контролем нам даже не надо бояться и не надо переживать единственное что от нас зависит к чему мы призваны что является главным предназначением нашей земной жизни не ощутят они его и не найдут ли хотя он прямо здесь сейчас но можно жить там где он но жить совершенно параллельной жизнью думая только о земном заботясь только о материальном даже посещать церковь чисто с прагматическими целями это путь Исава Яков же был человек который искал большего это его ок и что это он и он Субтитры сделал DimaTorzok